За три часа работы прямой телефонной линии поступило более 20 обращений от жителей Солигорского района. Тематика вопросов разная, но большинство все же были адресованы сфере ЖКХ, которую и курирует отвечавший на звонки зампред Игорь Делендик. Кого-то не устраивает место расположения торговых киосков, у кого-то нет части водосточной трубы, кому-то не своевременно заменили лампочку в подъезде. Сразу несколько вопросов поступило от жильцов домов, которые подвергнуты капремонту Горького-3 и Ленинского комсомола-28. В одном случае высказывали недовольство качеством работ, в другом интересовались зашивкой балконов. Первоочередные в списке на разрешение вопросы ремонта протекающей кровли. С ними обещали срочно разобраться и устранить. Некоторые обращения действительно оправданы, некоторые обращения просто хотим, чтобы нам положили асфальт. При этом просто хотим. Поэтому там, где обращения оправданы, они будут устраняться в ближайшее время. Там, где более длительные сроки выполнения, это будет поставлено на контроль и будем пытаться решить проблему, которую подняли жители нашего города. Едва ли не каждую прямую телефонную линию, которую представители руководства района проводят по субботам, наряду с вопросами, жалобами, обращениями поступают благодарности. Вероятно, найдутся те, кто не согласится с олигарчанкой Ниной Николаевной, но в её дворе и подъезде чисто и уютно. Спасибо вам большое за чистоту и уют в городе, за своевременный вывоз мусора, Николаевич. Спасибо большое, что начали поливать улицы, хотя бы технической водой, хотя бы те улицы, самые трудовые, Заслонова, Ленинского комсомола. Это беспокоит вас, Петровская Нина Николаевна, Заслонова, 22-14, 3-е домоуправление. Вопросов на прямую линию поступает всё меньше, но они становятся глобальнее, считает Игорь Делендик. С олигарчан волнуют не только своё жильё, но и улицы, дворовые территории, уличное освещение. Заинтересованность и причастность к жизни города его жителей не может не радовать.